Верховный суд сегодня огласит приговор о нарушении авторского права. Минский фотограф Инна Ревяка подала иск на сеть ювелирных магазинов. В 2015 году девушка сделала фотосессию, посвященную Дню Победы ветеранам и молодому поколению. А спустя три года торговая сеть нашла одно из изображений в интернете, отредактировала его и вновь разместила в интернете и на рекламных буклетах, сделав масштабную пиар-компанию. Лицом Марки, сам того не подозревая, стал ведущий телеканала «Беларусь-1» Евгений Перлин, который и был изображен на фото. Поскольку все права на снимок принадлежат фотографу, Инна Ревяка в суде выступает истцом. Наша ювелирная сеть просто без спроса взяла эту фотографию и сделала из нее рекламу, которую захотела. Естественно, меня это возмутило, и мы пробовали разговаривать, чтобы не доводить дело до суда. Но, к сожалению, у нас не получился диалог. Нам необходимо доказать, во-первых, то, что фотограф является автором этого произведения. Царское золото по каким-то причинам категорически не хочет этот факт признавать. Но у нас есть и оригиналы изначальных фотографий, и факт первого публикования, и свидетели, которые готовы подтвердить, что Инна осуществляла фотографирование. Кроме этого, нам надо доказать, что были конкретные способы использования, незаконного использования произведения. Тут ответчики тоже не все факты признают. Через суд фотограф требует от ювелирной сети возмещения материального и морального вреда, а также оплаты госпошлины. Общая сумма спора почти 10 тысяч рублей.